Союзники ясно давали понять на протяжении всего заседания, что они готовы и дальше осуществлять поддержку передовой военной техникой, боеприпасами, топливом, всем тем, что нужно украинцам для самозащиты. Это срочная и на данный момент самая важная задача для союзников. Западные партнеры Киева обвиняют Москву в попытках подорвать доверие между странами с целью сократить объемы международной военной помощи Украине. В течение всей зимы и до тех пор, пока это будет необходимо для победы Украины, мы продолжим и расширим оказание силовой, гуманитарной и экономической поддержки Украине. Союзники и партнеры НАТО предоставили ей вооружение на 40 миллиардов долларов и будет еще больше. Украина поблагодарила партнеров за помощь, но вновь подняла вопрос о предоставлении Киеву современных средств ПВО. Все просто. Дайте комплексы патриот как можно скорее, потому что это та система, которой нужна Украине для защиты гражданского населения и критической инфраструктуры. Это не наступательное вооружение. На саммите НАТО также рассматривалось вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Турция заявила, что достигнут прогресс в вопросе ратификации соответствующего протокола. Но придется поработать еще, чтобы развеять все сомнения Анкары.